В этом году в России отмечается 120-летие проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи. Этому событию посвятили выставку в Краеведческом музее имени Ярославского в Якутске, рассказывает Юлия Михайлова. Удивительно, но перепись и очень качественно состоялась во всей Якутской области, от края до края. Переписчики, а это все грамотное население области, в том числе полицильные, среди них Пекарский, Тамбогорас, Йохальсон, объехали, обошли все урочища, наслеги и городские дома якутян. И благодаря их труду нынешние потомки могут детально представить жизнь того времени. У нас не было деревень и городов как таковых, города были, конечно, деревни, там были урочища. И вот на одном урочище находилось 3-4, а чаще всего одно-два хозяйства. Потом через полторы версты еще одно хозяйство. То есть это необходимо было время для того, чтобы все это. Счетчики пишут, кстати сказать, очень интересно читать архивные документы. Например, они пишут, что как писать человека, если он не знает своего православного имени и фамилии. Как записывать человека, который не знает год своего рождения. И вот архивные переписные комиссии давали всем этим вопросам определение, что нужно сделать. Из Якутска до Москвы в те времена можно было доехать за 80 с лишним дней. Поэтому в Якутской области перепись началась в ноябре 1896 года. И в результате все население Якутской области отразилось как в зеркале, дав толчок к экономическим преобразованиям. И сейчас, через 100 лет, мы можем посмотреть, какое количество населения, какого статуса, какого возраста, пола, занятий проживало на территории громадной страны. В том числе и в нашей Якутии. На выставке представлены уникальные архивные документы. Первые переписные листы, газеты того времени, официальные письма и даже медаль, которые наградили 115 лучших переписчиков Якутской области. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.